всем привет и добро пожаловать на канал baby taki dolls и во первых я хочу сказать огромное спасибо вам за то что вы с таким терпением дождались нового видео потому что я знаю я стала меньше снимать реже выкладывать новые видео но я думаю что все сейчас понимают чем это связано потому что времени стало меньше работы больше ну и конечно новых кукол становится меньше просто потому что теперь приходится очень тщательно продумывать стоит ли что-то покупать или не стоит потому что все это связано с большими сложностями рисками и дополнительными затратами сегодня я решила снять видео которому вы меня периодически просите и я сама тоже очень хотела снять это видео уже давно но все никак не могла собраться и сделать это я хочу сегодня показать вам свою коллекцию и покажу я не просто коллекцию покажу я игровую комнату если вы довольно давно смотрите мой канал то вы знаете что коллекционер в нашей семье не только я но и мой муж и игровая у нас общая и здесь есть полки одна половина комнаты это его а вторая моя и здесь выставлена коллекция по всяким ужасам и фильмам которые он любит и моя коллекция кукол и если вы хотите подробнее посмотреть на коллекцию ужасов и фильмов тогда я внизу оставлю ссылку на аккаунт где вы можете посмотреть фотографии этой коллекции потому что конечно показывать и рассказывать все они я точно не смогу я не специалист в этом да я могу только название персонажей сказать но в компаниях в производителях я не очень хорошо разбираюсь поэтому рассказывать они не буду но так в целом вам просто кадрами покажу как это выглядит а и а Субтитры делал DimaTorzok Именно эти ребята приходят в гости к моим девчулям и устраивают хэллоуинское просто разнообразие. И здесь у меня за спиной стоит мой кукольный дом. Он сейчас в процессе перестройки и я, в общем-то, всё здесь меняю. Купила новую мебель и на самом деле хочу поменять вообще сам дом, потому что, к сожалению, со временем здесь ещё батарея, окна и всё такое. И за год он начал немножко ехать, прогибаться, и поэтому я хочу его обновить и переделать. Но пока у меня тут стадия обновления мебели. Но на доме я сильно останавливаться не буду, потому что вы много раз его видели. Я снимала много видео про дом, и можете отдельно просто посмотреть эти видео про дом, где подробно можно посмотреть, как это выглядит и вообще, как я его собирала и где я его взяла. Очень жаль, что мне приходится с ним расставаться. Мне очень жаль, что он у меня поехал. Вот если видите, да, вот здесь стены начали прогибаться, пол начал прогибаться. И мне это не нравится, я хочу поменять саму систему, как это будет выглядеть. То есть я понимаю, что именно вот в таком виде, именно как дом, это не очень жизнеспособно. И поэтому буду переделывать вообще всё в целом. И покажу ещё вот эту часть комнаты. Здесь у нас стоит библиотека. Здесь стоят книги и фигурки по книгам. Самые разные, здесь комиксы, здесь такие, так скажем, детские книги, здесь новые комиксы. Большая коллекция Стивена Кинга, по-моему, почти полное собрание сочинений. На самом деле, вот эта часть моего супруга, потому что я не люблю Стивена Кинга. Мне вообще не нравится, как он пишет. Здесь тоже много-много разных книг. Очень много книг про всяких маньяков, убийц и прочее, прочее. Внизу стоят мои рабочие книги, всякая бизнесовая штукенция. Со второй стороны стоят книги, которые лично мне больше интересны. Вот на этой полке стоят разные подарочные издания. Вот здесь тоже вся часть рабочих книг, книги по истории. Вот здесь вот классика, тоже чуть-чуть классики. И, в общем, разные художественные. И там тоже стоят художественные книги. И вообще, я очень люблю книги в бумаге. И, в принципе, очень люблю читать. Обожаю художественную литературу. Бизнесовую литературу читаю, ну, для работы, потому что необходимо. Я люблю художественные книги. Причем не очень люблю фэнтези, фантастику. Я люблю истории про обычных людей. Ну, не буду дальше томить. Перейдем уже к просмотру самой коллекции кукол. Они у меня стоят в двух шкафах. Я, кстати, спрашиваю по поводу вот этих шкафов. Перекрашены ли они? Нет, они не перекрашены. Это обычные шкафы Билли икеевские. Просто они выпускаются вот в таком цвете. Это была какая-то у них лимитированная коллекция. Так что, нет, я их не перекрашивала. Они такими и были. Очень мне понравился цвет. И я решила, что да, мне нужны именно такие шкафы. Здесь у меня коллекция кукол. Ну, назовем их так бюджетных. Или игровых. Здесь находятся куклы Рейнбоу, Лолуэнджи, Монстер Хай, Эвер Афтер Хай, Барби. И давайте прям по полкам пойдем. И, наверное, я начну вот с этой полки. Начну вот с этой полки, потому что с куклы на этой полке началась моя коллекция кукол. И эту куклу зовут Машка. Это всем известная Барби Мэйд Ту Мув. Моя коллекция началась именно с этой куклы. В общем, история была следующая. Мне было лет, наверное, 25-26. И я говорю мужу, я всегда очень хотела настоящую куклу Барби. У меня никогда не было настоящей куклы Барби. Мне очень хочется. И он говорит, ну купи. Почему ты не купишь себе куклу Барби? Ну, как-то странно же, да? Мне там 25 лет, и я говорю, пойду и куплю себе Барби. Зачем? Ну, в общем, очень долго я выбирала куклу Барби. Потом выяснилось, что кукла Барби выглядит вообще не так, как я помню. Потому что моё воспоминание последнее, это было куклы с лицом Generation Girl. То есть в 2000-х вот их я ещё помнила. А дальше уже вообще не знала, что с ними происходит. И говорю, какие-то они странные все. И как раз в этот момент выходит коллекция Безграничные движения. А я уже знала о существовании кукол Integrity Toys, и мне они очень нравились. Но мне казалось, что ну это безумие за куклу платить столько денег. Ну просто безумие. А ещё мне было вообще непонятно, как они покупаются. Я подумала, ух ты прикольно, у них прям такие же суставы, да, какие-то все двигаются. Так интересно. Думаю, это даже похоже немножко на вот этих кукол Integrity Toys. Возьму вот такую. В общем, я выбирала первую свою куклу Барби месяц. Месяц я выбирала куклу. И в итоге я купила Машку. Она у меня сегодня в таком пляжном, но она просто снималась для одного проектика. Частями. Поэтому она так сегодня не очень презентабельно выглядит. Но честно, если бы я ещё и переодевала всех кукол сегодня к этому видео, вы бы никогда его не увидели. Мы бы не сняли с вами это вообще никогда в жизни. Я бы так и остановилась где-то на середине переодевания всех этих кукол. И, в общем-то, так у меня началась моя коллекция. То есть я начала шить для кукол. Мне было очень интересно во всё это играться. И следующей моей покупкой стала уже кукла из коллекции Monster High. Хотя я на самом деле хотела Эверяшку. Мне очень нравятся Эверяшки. Они с самого первого взгляда мне очень нравились. Но на тот момент я всё ещё думала, нет, это как-то очень дорого за куклу. И я купила с рук куклу Monster High. Посмотрела, потрогала, и мне так понравилось, что в итоге я потом начала их тоже собирать. Но на эту полку мы перейдём чуть позже, потому что давайте я закончу про Барби. Не буду в хронологическом порядке это всё рассказывать, потому что где-нибудь кукли на 10-й, наверное, я вообще уже не вспомню, в каком это порядке было. И мы с вами запутаемся. Что вспомню, буду проговаривать. Давайте посмотрим дальше на эту полку. Здесь у меня есть ещё из коллекции Made to Move. Это была кукла-футболистка. И вообще-то она вообще не азиатка. Но мне кажется, что что-то в ней есть азиатское. И когда-то я шила кимоно, и мне оно очень понравилось. Золотые ручки, все дела. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И, в общем, я оставила её в этом кимоно, и больше её не трогаю. И так она у меня и стоит. Ещё здесь из современных кукол есть вот такая Барби-лук. Это Барби-пышка. И я её покупала именно потому, что мне было очень интересно, как выглядит пышное тело у куклы Барби. Очень круто выглядит. Мне безумно нравится. То есть вот эти вот ножки аппетитные. Ох, я прям обожаю пышечек. И её я, наверное, расчесала, ну, чуть ли не сразу, как вытащила из коробки. Я вымыл ей волосы и расчесала, потому что мне не понравились её кудряшки. И я решила, что у неё должна быть другая прическа. Очень симпатичная кукла. Мне очень она нравится ещё на лицо. И ещё две современные куклы. Это Барби из коллекции БМР-59. Вот с этими косичками великолепными. Мне очень нравится вот эта прическа. Вот эти косички очень круто. Сама коллекция мне очень нравится. Первая серия мне нравится в этой коллекции. Вторая уже не очень. И вот я купила двух кукол из первой коллекции. Вот эта мне безумная девочка понравилась. И мне понравился мальчонка. Он был самым первым мужчиной в моей коллекции. И к нему, конечно, я испытываю тёплые чувства. И мальчиков вообще очень странно держать в руках после девочек. Потому что у них совсем другие тела, совсем другие пропорции. Это очень необычно. Мне каждый раз, я каждый раз удивляюсь, какие же большие руки и ноги. По сравнению с куклами-девочками, у них, конечно, ноги-руки очень крупные. Ещё здесь есть три куклы из девяностых. И первая кукла это Тин Толк. По-моему, так называется. И она разговаривает у нас. Если я найду у неё кнопку. Очень смешная кукла. Я помню её... В общем, в детстве у меня был альбом с наклейками по Нине. Точнее, он был не у меня, а у моей сестры. И я в него очень активно залипала. Была наклейка с вот этими куклами. Я помню её из детства прям. И я очень много просто рассматривала этот альбом. Я обожала куклу Барби. И это была просто какая-то невероятная любовь. И я помню очень хорошо эту наклейку. И когда увидела, что можно купить вот эту куклу, я даже вообще не думала. Я сразу поняла, она мне нужна. Их несколько таких кукол в этой серии было. Но вот мне досталась вот такая вот розово-сиреневая. Тоже такая хорошенькая. И она такая прям в стиле каких-то, не знаю, безумных... Я не могу сказать, что она в стиле 80-х. Это что-то другое. Это какие-то дачные 80-е. В общем, костюмчик у неё, конечно, безумный. Но мне очень нравится. Ну и, конечно, мне нравится, что она разговаривает. Ещё одна кукла. Она мне просто очень нравится внешне. Мне очень нравится её лицо. У неё есть проблемки с ногами немножко. Сами по себе сгибаются иногда. Но очень нравится мне на лицо эта кукла. Это кукла Fanto Dress. То есть она в такой пижамке. И к ней нужно было покупать наряды. И эту куклу я купила, потому что она моя ровесница. Я хотела купить куклу, которая вышла со мной в мир в один и тот же год. И вот куколка Fanto Dress. Это она. И, кстати, я её тоже помню по альбому по Нине. Потому что там она сидела на такой розовой кровати с подсветкой. Кстати, розовая кровать с подсветкой тоже можно купить. Я её тоже видела на ebay. Но не стала. И там была вот именно вот эта кукла. Наверное, самой желанной куклой в детстве у меня была вот эта Sea Holiday. Ой, безумно. У меня до сих пор, я прям прикасаюсь к её волосам. У неё какие-то нереально пушистые волосы. Они такие нежные. Они как облако. Кукла Sea Holiday, это, наверное, была моя просто мечта всего детства. Я так её хотела. Она мне так нравилась. Конечно же, всё из того же альбома по Нине. Я её там видела. И там были очень красивые фоточки, где она на яхте. Там с Кеном, с Митш, по-моему. Там была Митш ещё. И вот она была вся такая красивая. Ещё там были фотографии вот этой куклы. Были фэшн-пэки к этой серии кукол. И она там в такой белом свитере красивом. Очень мне нравилась. Так я залипала на это. И, в общем, решила, что своей детской мечтой надо выполнять. Если уж не получилось в детстве, то надо гештальт закрыть. И купила себе вот эту куклу. Очень я её люблю. Она мне очень сильно нравится. С нижней полкой уже, не знаю, мы вообще входим в кадр или нет. Но если я где-то обрезана, вот ничего страшного. Буду вам кукол просто показывать в кадр. На самом деле, сижу на полу. Но давайте снимем нижние полки и расскажу, что у меня здесь стоит. Здесь у меня стоят куклы Барби из 90-х в пышных платьях. И ещё одна кукла, которая пахнет на весь этот шкаф. Это куколка Паола Рейна. Я, если честно, забыла, как её зовут. Нора, мне кажется. В общем, я когда увидела вообще кукол Паола Рейна, я подумала, это что за милота. Вообще, я не люблю кукол детишек, но Паола Рейна это что-то невероятно милое. У них такие губки, такие глазки. То есть, наличка. Это очень красиво. Я не могу сказать, что мне прямо сейчас уже там спустя пару лет нравится, что она пахнет ванилью. Потому что для меня это какой-то очень такой странненький запах. Я, в принципе, не очень люблю вот этот запах. То есть, это какая-то не кондитерская ваниль, а просто другая какая-то ваниль. То есть, понятно, что это ваниль, но это не вкусными булочками пахнет, а чем-то другим. И мне этот запах не очень нравится. И он не выветривается вообще. Ну, вот эта Паола Рейна мне очень нравится. Вообще, очень качественная кукла. Я, кстати, ее покупала без одежды. То есть, без одежды, если вы ее покупаете, она в два или даже больше раз дешевле. И на нее довольно просто шить. И если вы ищете какую-то куколку для ребенка, да, куклу, саму куклу ребенка, то вот Паола Рейна это очень классный вариант. Прям супер милые и очень качественные куклы. У них волос. Боже мой. Тут можно плести, заплетать сколько угодно. И, кстати, ботиночки для Паола Рейна я покупала на Алиэкспрессе. Можно забить обувь Тильда. И вот ботиночки для кукол Тильд. Они подходят для Паола Рейна. Давайте вернемся к Барби 90-х. И здесь я хочу начать с куклы, наверное, которая больше всего для меня значит. Это Барби Холидей. Я, честно, не вспомню, какой год. Но, в общем, вот этот Барби Холидей в таком хрустальном платье. Просто хрустальная принцесса. Тоже просто с облаком волос. Ну, ее я, естественно, тоже помню по картинкам, по фотографиям, по наклейкам, по каким-то жвачкам с Барби. И это тоже была мечта. Мечта детства. Она мне очень нравилась. И я вообще не разочаровалась, когда я купила. Она такая же красивая, как мне вот казалось по этим картинкам. Очень классная кукла. И, конечно, Барби Холидей из 90-х, они круче всего выглядят в коробке. То есть вот как они упакованы в коробке, так круто она на полке, мне кажется, уже не выглядит. Но все равно. Вот эту куклу я очень сильно люблю. Вот об этой кукле я на самом деле не знала, никогда такой не видела. Эта кукла называется на ленты и розы. И такой куклы я никогда не видела. Просто увидела, что девушка обменивала вот эту куклу на каких-то кукол Монстер Хай. А у меня были уже на тот момент куклы Монстер Хай, которые мне не очень нравились. И я хотела от них избавиться. И решила обменяться вот на вот такую даму. И вот она до сих пор в моей коллекции так и живет. Следующую куклу мне кажется, что я где-то ее в детстве, наверное, видела. Но точно не могу вспомнить. То есть у меня нет каких-то прям детских воспоминаний об этой кукле. Но, во-первых, это цвет, который я очень сильно люблю. Она вся такая нежненькая. У нее трансформируется наряд. Можно переделывать его. Но у меня она стоит именно в бальной праздничной такой версии. Еще одна кукла. Это тоже Барби Холидей. Вообще, если честно, она мне очень напоминает куклу из детства. У моей сестры была кукла Барби в красном платье бальном. Но не такая. И на самом деле я так и не смогла найти, что же была за кукла. Но вот она похожа. И платье похоже. И вообще она, мне кажется, такой очень-очень новогодний. Очень праздничный. Все, как должно быть вообще. Золото, красный цвет. Тут пуассентия. Сережки красные, золотые, зеленый макияж. В общем, все, как на Новый год и должно выглядеть. Вообще, люблю коллекцию Холидей. Не всех кукол из коллекции Холидей. Но вот эта вот, прям, да, она мне нравится. Поэтому, так как я люблю коллекцию Холидей, у меня есть еще одна. Тоже в красном платье. Ну, потому что красный для меня вот этот цвет Нового года. Новогоднее должно быть красным. Красное, золотое, зеленое. То есть, вот это для меня новогодние цвета. Здесь тоже очень красивое платье. Столько всяких рюшечек, кружавчиков, каких-то деталей. Ну, и сама кукла очень налицо. Мне нравится, она очень красивая. И мне очень веселят вот этот безумие золотых блесток на платьях этих новогодних кукол. И, в общем-то, для меня это тоже прям Новый год. Продолжу я с полкой Эверяшек и Монстряшек. Вообще, Эверяшек я люблю намного больше, чем Монстряшек. Монстряшки мне прям единичные нравятся. Ставила только самых любимых. А вот Эверяшки мне вообще все нравятся. Ну, которые старые выпуски, да. То есть, до, там, Перезаповсков и того, как они стали простенькими. И сам мультик мне у Эверяшек нравится больше, чем Монстряшный. В общем, Принцессы мне были намного интереснее, чем Монстрики. И здесь, наверное, даже не знаю, с чего начинать. Потому что не помню, в какой последовательности они появлялись у меня в коллекции. Поэтому буду просто рассказывать про всех подряд. Кто у меня тут стоит. Так, сейчас вот так вот сдвину, чтобы составлять сюда. И, во-первых, у меня здесь есть две скелиты. Коллекционные, не коллекционные. Ну, в общем, это была какая-то непростая серия. В красивой коробке она была. Я обожаю День Мертвых. То есть, мне кажется, это самый-самый-самый красивый праздник. Ну, в общем, я очень-очень люблю культуру. Вот эту мексиканскую, этот праздник День Мертвых. Мне кажется, это безумно красиво. Это, ну, наверное... Ну, да, для меня это самый красивый праздник. Вот на втором месте это Рождество. На первом месте это День Мертвых. И скелит у меня две. Вот есть еще вот в таком варианте. Честно, я уже не помню, что это за коллекции, как они назывались. Уже просто остались куклы в коллекции, которые мне нравятся, которые мне дорогие. И как они называются, я честно уже не помню. Мне кажется, это был арт-класс, может быть. Но я уже не уверена. И, конечно, вот это вот тело в форме скелетика, да, что со всеми косточками это сделано, это очень круто. Еще у меня тут стоит Гулия. Гулия? Да, правда? Я же ничего не путаю. В общем, Горгулия. По-моему, это коллекция про Париж или что-то такое. Нет, я что-то путаю опять, да? Магу. У меня в корзиночке лежит ее настоящее платье, которое прямо от нее. Но на полке она у меня стоит в таком ментоловом платье под цвет ее волос, макияжа, ботиночек. Тоже очень красивая кукла, у нее очень трогательное лицо, мне очень нравится взгляд у этой куклы. Одна из тоже любимейших кукол, это, конечно же, Хани, потому что у нее безумные волосы. То есть прическа у нее просто потрясающая. И, насколько я помню, это же крокодильчик, правильно? Все, да, я уже не путаю ничего. Мне кажется, прямо они сумели передать в лице, вот это вот какой-то, в глазках, в губках, что ты смотришь такой, и правда, это крокодильчик. Мне кажется, у нее очень крокодильные глазки. А еще у меня здесь стоит лагуна, и это кастом. Она перерисована, и я ее брала с рук. И, к сожалению, не знаю, кто автор этой перерисовки, но мне она очень нравится. И по внешности она мне напоминает Ванессу Паради. У нее такой очень странненький взгляд, конечно, но кукла забавная, и я ее решила оставить у себя в коллекции и никуда никому не отдавать. Еще одна кукла, и к своему стыду я не помню вообще, как ее зовут. Просто вообще абсолютно. И это была одна из последних уже моих покупок в коллекцию монстриков. На самом деле, это уже та стадия, когда я уже даже резиночки не снимала с кукол. То есть, вот эти вот, которые защитные на плавниках, где-то еще тут были. А, вот эту защитную пленку под поясом. То есть, она у меня уже просто стоит именно на полке. Это уже та стадия, когда я уже перестала там фотографировать монстриков, там играться с ними, когда уже перешла на других кукол. Но монстриков все равно хотелось покупать. И у этой куклы мне очень нравится золотой отлив на коже. То есть, у нее здесь сделано какое-то такое напыление на пластике. Оно золотое, и это выглядит очень красиво. И у нее не только на лице, это сделано и на теле. И очень прикольный эффект, мне нравится. Ну и, конечно, у нее такая стилистика какая-то. Тоже вот, ее надо вместе с Барби 90-х ставить. И какая-то она тоже в таком образе. Ну и последняя монстряшка, это Ребекка. Вообще, Ребекка интересный персонаж. Мне нравится ее бронзовая кожа. Конечно, мне бы хотелось, чтобы она была какая-то более бронзовая, более яркая, более блестящая. Но тоже красивый выпуск. И поэтому Ребекку я оставила. Ну и, в принципе, сама Ребекка мне очень нравится. И теперь переходим к иверяшкам. И на очередь у нас девочка Пиноккио. Безумно мне нравится эта кукла. Я помню, что я получила столько удовольствия вообще, когда ее купила. Она такая прям вкусная. Она какая-то вся карамельная. И вот эти деревянные рельефы у нее на теле. То есть это очень круто. И мне очень нравятся ее волосы. Такой красивый цвет. И она прям сладенькая. Она прям девочка-пироженка. Ее хочется прям укусить. И сама вся эта коллекция, она была очень вкусная. Очень классная. Очень не хватает таких кукол сейчас. Мне прям безумно жаль, что линейку Over After High сначала испортили. Потом закрыли. Мне вот правда... Мне очень не хватает вот таких кукол. Они были действительно красивые, интересные, атмосферные. Конечно же, куда без яблочка. Да, дочка Белоснежкина здесь. Мне она очень нравится. Есть у меня в коллекции Рэйвен тоже. Но на самом деле Рэйвен не мой любимый персонаж. И вот здесь я переделывала прическу, по-моему. Потому что она мне не нравилась эта прическа. И я ее поэтому переделывала. Слушайте, вообще не помню, как она выглядела. Вначале очень стыдно. Начала, да, про коллекцию свою рассказывать. И ничего не помню. Ну, в общем, рыцарские куколки мне тоже очень нравилась. Эта серия с рыцарями. И вот мы дошли до куклы, с которой началась моя любовь к Эверяшкам. Потому что именно эту куклу я хотела больше всего. Мне так понравилась Дарлинг. Причем мне было неважно, в каком варианте. Да, хоть в базовой версии, хоть в этой. Мне просто безумно понравилась Дарлинг. На лицо. И мне так ее хотелось. И вот с нее и началась моя коррекция Эверяшек. Дальше у меня тут стоит безумный купидончик. В таком тоже бальном шуршащем платьишке. С красивыми всякими узорами. Мне очень нравятся ее крылышки. Люрекс в прическе. Все это очень красиво. Ну и она, да, она и правда так какой. Розовый купидончик. Тоже одна из обожаемых мною кукол. Безумный шляпник. Вообще очень люблю Алису в стране чудес. Единственное, что у нее, конечно, безобразно начали выглядеть волосы. Наверное, придется их все-таки мыть и переукладывать. Очень жаль, потому что они стали еще какого-то такого неприятного цвета. Хотя у меня все, видите, хранится на полках за стеклом. Но все равно они стали какие-то странноватые. Они стали жирные, неприятные. И, видимо, притягивают к себе всю пыль вокруг. Потому что пыль, конечно, все равно собирается. Неважно, за стеклом у вас, не за стеклом. Все равно периодически это все надо доставать. Все это чистить, мыть. Потому что пыль они все равно собирают. И так как я очень люблю безумного шляпника, то, конечно же, без вот этой девочки коллекция не обошлась. И, кстати, я все время у меня постоянно спадало вот это кольцо у нее. И в итоге я его просто приклеила. Оно меня измучило. И я пошла на такой шаг и приклеила клеем к руке кольцо. Ну и сама Алиса у меня тоже сидит на этой полочке. Потому что тоже диснеевская принцесса. И единственная диснеевская кукла, которая есть у меня в коллекции. Больше никаких принцесс я не покупала. Вообще не очень мне нравится самая вот эта вот серия диснеевских вот этих кукол. Мне кажется, они не очень похожи. Но вот Алису я все-таки купила, потому что это мой любимый персонаж. Я очень люблю эту сказку. Здесь у меня следующая полка. Здесь стоят Лол ОМГ и Рейнбоу Хай. На самом деле Лол ОМГ я купила три куклы. И больше я их покупать не буду. Потому что эта коллекция кукол мне не очень нравится. Не нравятся все-таки вот эти странные глаза. Ну, то есть, не знаю, не моя эстетика. И здесь у меня такая куколка. Это Сахарог был, по-моему, да? Для меня это Мария Антуанетта. Особенно вот эта прическа. Ну, скажите же, на Марии Антуанетта. Прям натуральнейшая. Дальше ее сестричка-подружка Дьяволенок. Которая мне напоминает Барби Пони Тейл. Да, самая первая кукла Барби в купальнике полосатом. И Бизи Би Би. Вообще, это была первая кукла Лол ОМГ, которую я купила. Отсылка к 60-м. Мне очень нравится стиль 60-х. И мимо нее я не могла, конечно, пройти. Возможно, кстати, кто-то их расплетал. Наверное, тоже получается красиво. Но нет, у меня останется в косичках. И здесь у меня стоят куколки Рейнбоу. Все, кроме голубой. Я каждый раз думаю о том, что надо бы докупить голубую в коллекцию. Да, ну, чтобы все собрать. Если честно, мне голубая не нравится. И мне не хочется покупать кукол просто ради коллекции. Если она мне не нравится. Я долго-долго думала и решила, ну, нету и нету. И поэтому у меня стоит 5 куколок Рейнбоу. Но вот кукол Рейнбоу я очень сильно люблю. Мне очень нравится эта серия. Мне кажется, милейшие куклы. Они мне нравятся намного больше, чем Лол ОМГ. Мне кажется, они продуманнее, интереснее, более стильные. Вообще, просто эстетически они, мне кажется, красивее. И вот кукол Рейнбоу я точно еще буду покупать. Но это пока секрет. Но я надеюсь, что где-то через недели три я вам этот секрет открою. И сверху прямо на шкафу у меня стоят еще две большие куклы-монстряшки. Они никуда бедняжки у меня не влезают. Поэтому стоят сверху на шкафу. Пылятся больше всех. Поэтому их периодически приходится доставать и протирать. И это 16-дюймовая кукла. Вообще, люблю крупных кукол. Они мне тоже очень нравятся. И вот особенно вот эту вот куклу. Она как жвачка. Ее я переодевала в другой костюмчик. Ну и эту куклу, на самом деле, тоже люблю. Я их обеих люблю. Они классные. И жалко, что они у меня прямо в шкаф не лезут. И приходится их ставить наверх. Ладно, вчера я не смогла доснимать все видео. И продолжаю сегодня. И сегодня покажу полку с Integrity Toys и с другими коллекционными куклами. Давайте начнем с верхней полки. Здесь такие девчули, которые чисто для полок. Которые уже никуда не выходят. И первая это 16-дюймовая кукла от Integrity Toys. Очень красивые. Мне безумно нравились эти линейки. Очень жаль, что их больше не выпускают. Потому что 16-дюймовые куклы, мне кажется, были очень классными. Очень красивыми. Мне вообще формат этот очень нравился. И очень жаль, что их больше не выпускают. И вот такая красотка Лиса Лин. Она даже ездила со мной в один из отпусков. И снималась там. Очень красивые фотографии получились. Мне очень нравится формат. Мне приятен размер этой куклы. И с ней интересно трогать. Ее интересно переодевать. На нее интересно шить. Очень красивое лицо у нее. Но так как это куклы уже старенькие, я 16-дюймовых перестала трогать. Я их оставила на полках. Так как их суставчики, во-первых, начинают шарниры, начинают уже становиться такими не очень тугими. У этой куклы есть изменения цвета на кистях. На самом деле я эту куклу покупала с рук. И у нее уже были эти изменения на кистях. Но со временем становятся сильнее. И поэтому я ее уже никуда не вывожу. И храню просто на полке вот такую красотку. Еще одна 16-дюймовочка. Это 16-дюймовая Поппи Паркер. Эту куклу я тоже покупала с рук. И ее настоящая одежка. Это такая пижамка розовая из маечки и трусиков. И на полке она у меня стоит в таком самосшитом платье. Мне кажется, ее очень идет. Тоже очень красивая, приятная кукла. К сожалению, у нее проблемы с шарнирами тоже начались. То есть в талии, в бедрах, в коленях она уже плохо держит. И поэтому она тоже на пенсии. И тоже уже стоит просто на полочке. Дальше у меня тут фигурка от Hot Toys. И это моя любовь. Это Анжелина Джоли. Очень я люблю эту женщину. И как актрису, и вообще как человека. Я считаю, что она потрясающая, великолепная, невероятная. И она мне нравится не просто внешне. Она мне нравится как человек, со своей поступки. И поэтому Анжелину Джоли я поселила у себя на полке. Мне кажется, достаточно удачный молот. Довольно похожа на себя. Она здесь... Кстати, рассказывайте, как вам фильм Малефисента. Я смотрела и первый, и второй. И я знаю, что второму многим не нравится. Но мне понравился и первый, и вторая часть. Очень нравится этот фильм. И, конечно, Анжелина там просто красотка. А с этой стороны у меня стоят Барби-старушки. Так я их называю. Это Барби с первым своим молдом. Это Барби-силкстоун. Такая старенькая силкстоун. Мне нравится только старый силкстоун. Я не люблю новеньких. Мне нравится, когда они были в виде гифсетов. И нравится, когда они были в белье. И с наборами одежды, которые можно было к ним покупать. И мне нравится, когда у них было такое деревянное тело. То есть без шарниров. Силкстоун, куклы с шарнирами. Это вообще вот точно не мое. Мне вообще не понравилось, как это выглядит. Ну, в принципе, то, что в последнее время выпускать силкстоун... Не могу сказать, что меня прям захватывает. Есть какие-то интересные релизы, когда они перевыпускают кукол 60-х. И это клево. Мне нравится. Я люблю этих кукол. С удовольствием бы покупала до сих пор. Но Барби сейчас выглядит совсем иначе. И да, я люблю Барби 60-х. Поэтому у меня есть еще вот такие две девчули. Это репродукции. Они уже резиново-пластиковые. И вот эта куколка, она была гифт-сетом вот в двух этих нарядах. А вот эта куколка была в розовом вечернем платье. Но я и ходила вот в этот костюмчик, в эти костюмы, потому что мне кажется, они более интересные. И стоят они у меня на полке вот такими модными девчулями ретро. Мне очень нравится этот молд. Очень нравятся костюмы, которые были тогда, аутфиты. Насколько они были продуманными, интересными. Ну, может быть, я, конечно, при 10-х. Просто я люблю стиль 60-х. И дальше у меня остались две полки с куклами от Integrity Toys в порядке появления. Но не обещаю, что все вспомню. И поэтому иного буду рассказывать, как получится. И первая кукла от Integrity Toys, которая появилась в моей коллекции, это Ванесса Перин Black T-Ball. Ванесса, это была моя мечта вообще. Я мечтала несколько лет об этой кукле. А именно о Ванессе-блондинке с длинными волосами. Очень мне хотелось такую куклу. И в какой-то момент она у меня появилась. Сейчас эта кукла на пенсии. Я очень много с ней поиграла. И, конечно, она немножко уже такая стала растрепанная. В плане того, что у нее шарниры стали послабее. И можно поменять, конечно, тело. Но я не хочу, потому что у нее тело FR2, а сейчас идет FR6.0. У этой куклы есть шарнир Наталии. У новых кукол уже его нет. И мне бы хотелось оставить именно это тело у нее. Тело я менять не стала. Просто отправила ее на пенсию. Я снова одела ее в ее родной аутфит. Все ее родные украшения, туфельки. Все вернула и поставила на полочку. Думаю, что она у меня уже это заслужила. Очень люблю эту куклу. И, наверное, все-таки это моя самая-самая любимая кукла в коллекции. Потому что самая желанная. Потому что эту куклу я хотела много лет. Дальше в моей коллекции появилась Адель Македа из коллекции Будуар. И она была бельевая. То есть это не ее платье. Это платье другой куклы. Но мне кажется, оно ей очень идет. И эту куклу я покупала тоже у коллекционеров с рук новенькую. То есть имеется в виду, что не напрямую Integrity Toys, а у коллекционеров я ее покупала. Но тоже запечатанную. Сама ее распаковывала. Тоже очень красивая кукла с безумно красивыми губами. Они такие пухленькие, сладенькие. Ой, я прям обожаю Адель Македа. Мне очень нравится ее молд. И мне кажется, что ей вот эти вот блондинистые волосы очень сильно идут. Конечно, она была кудрявой. Но кудряшки с годами у меня развалились. Потому что с куклами я играю. Вы знаете, что я не просто их держу на полке. Я с ними активно играю. И, конечно, прически их немножко разваливаются после такого. Но на самом деле, мне кажется, что без кудряшек, с прямыми волосами, ну почти прямыми. И тоже очень хорошо. Хотела и дальше идти хронологически. Но дальше уже у меня снова начались проблемы. Потому что я начала путать, кто за кем шел. Но покажу еще одну Ванессу, которая есть в моей коллекции. Уж извините, она у меня немножко неглиже. Но она участвовала в съемке в таком виде. Немножко прикроемся. Но ничего, она и так прекрасна. Эту куклу я покупала, мне кажется, тоже у коллекционера. То есть еще не у Integrity. Да, да, абсолютно точно. И это был гифсет. Это был первый гифсет, который я покупала. И мне было безумно интересно, как это вообще все выглядит. Как это делается. Ну, конечно, Ванессу. Я не могла не купить Ванессу. Тем более темнокожую Ванессу. Мне очень нравятся темнокожие куклы. И я обожаю молд Ванессы. Это мой все-таки самый-самый любимый молд. Кукла из линейки Метеор. И это Кике. Та самая, что была в белой шубе и в серебряных высоких сапогах. Вообще у линейки Метеор мне нравятся два персонажа. Это Кике и Зури. Пока что в Метеорке у меня только одна. И вот эта вот Кике самая первая. Из самой первой волны та, что была в белой шубке. Интересная восточная такая девушка. С необычным макияжем, с необычным лицом. И да, тело у Метеорок отличается от фэшн-ройалти. Оно такое более фигуристое, что ли. Просто иду подряд по всем, кто у меня тут стоит. Это кукла от Джейсона Ву, которую я купила вообще чудом каким-то. Просто случайно, потому что я перепутала время продажи. И совершенно случайно смогла ее купить. Потому что эту куклу раскупили за несколько минут. Она в платьишке от Джейсона Ву. То есть есть такое человеческое платье. И это его один из любимых молдов. Красивая и интересная кукла. У меня она очень редко участвует в каких-то съемках. И точно не поедет со мной в отпуска. Потому что у нее волосы из другого материала. То есть это не то же самое, мне кажется. Оно как-то по-другому. То ли сделано. Мне кажется, что это что-то более тонкое. Может быть даже похоже больше на флок, чем на обычные волосы, которые у Интегрити. То есть может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что они какие-то другие. И здесь такая очень зализанная прическа. И конечно, если что-то попадет, там вода или соль, то песок, то прическа испортится. В съемках она у меня участвует редко, потому что ей далеко не все идет. Ей нужны такие очень гламурные образы. И в обычной домашней какой-нибудь одежде, в пижаме, она выглядит странно. То есть теряется все ее очарование от этого. Дальше покажу сразу двух кукол. Это Вероника и Адель. И этих кукол я покупала по скетчам. То есть я не знала, как они будут выглядеть. Но мысль моя была следующая. Это Вероника и это Адель. Оба этих молда мне очень сильно нравятся. И значит, это точно будет что-то очень красивое. И я не ошиблась, потому что обе эти куклы мне очень нравятся. И безумно меня радуют. Дальше покажу куклу Виолайн Перин. Это куколка из линейки Нью Фейс. Она не в своем тоже аутфите. Я ее переодевала. Она была в таком, тоже в красном. То есть это очень бледная кукла с красным макияжем и черными волосами. И я таких кукол очень сильно люблю. Мне очень нравится этот образ. Такой белоснежки, графиньи Батори. Таких роковых красоток. И каждый раз, когда я вижу вот этих вот бледных, черноволосых, с красными губами кукол, я сразу такая, я сразу смотрю на это и говорю, да, это мне нужно. За окном. Вообще я не знаю, как у вас со светом сейчас, потому что все резко очень потемнело. И вот эти вот знаменитые московские тропические грозы. Здесь опять у меня такое дикое громыхание за окном. Но надеюсь, это нам не помешает. И спокойно я вам дорасскажу о своей коллекции. И идем дальше. И здесь у меня стоит вступительная, клубная вступительная Евгения. Евгения Такседа. Она тоже не в своем аутфите. У меня вообще редко куклы бывают в своем аутфите. Только если они не участвуют в съемках, да, если я решила их все, я оставляю их на полочке и не трогаю. Вот в таком случае они могут остаться у меня в родном аутфите. Все остальные вообще я иногда забываю, в чем они были. Потому что так часто я их переодеваю и все это меняю. Для каких-то фотографий, для каких-то съемок. И для меня это такая медитация вообще. Поиграться с куклами, что-то им поменять, переодеть. Запрести там какие-нибудь косички. Сережки подобрать, туфельки. К наряду. Очень я это люблю. Хотя на самом деле сама в жизни я не очень люблю. Ну, я не люблю шоппинг. Я не люблю выбирать одежду. Мне все это не очень нравится. Не очень интересно. И раздражает очень сильно. Ненавижу ходить по магазинам. И вообще я не ношу практически никаких украшений. У меня вот есть такое обручальное кольцо. И два браслета, которые я ношу. И все. То есть все украшения вообще какие я ношу. У меня даже уши не проколоты. То есть я сама не люблю все эти наряды, украшения и так далее. Но с куклами мне очень нравится все это делать. Ну, давайте признаем, на куклах еще и сидит получше, чем на мне. И следующая куколка это Агнес. Это та самая Агнес, которая должна была быть базовой в Integrity, то есть опортоваться вечно. Но что-то они снова передумали. И она каким-то образом стала все-таки примиткой. Очень красивая Агнес. Мне очень нравится и молд, и сам, и макияж. В общем, мне кажется, очень удачный выпуск. И вот я ее приодела тоже для фотографий, для съемок. Я меняла ей образ. Мне кажется, хорошая, красивая кукла. Я прям довольна ею. И на самом деле, если не знать, что это базовая, да, если вы переодеваете кукол, если они у вас там все в перемешку стоят, то да никогда не узнать, что это была базовая кукла, а не какая-то коллекционная с ограниченным тиражом. Вот такая красотка Наталья. Ей, кстати, повезло побывать в своем собственном аутфите. Она у меня потому что лежала в спальне в домике в таком виде. Очень красивый аутфит. И вообще сама кукла очень красивая, такая какая-то испанская, роковая. Вообще очень люблю таких стервозных, роковых красоток от Integrity Toys. Но думаю, это уже понятно по моей коллекции, что я больше люблю таких очень стервозных дам, а не миленьких. И вот самая миленькая в моей коллекции это, наверное, Лили с сиреневыми волосами из коллекции New Face. И это такая кукла-феечка. Вот когда мне хочется чего-то нежного и волшебного от своей коллекции, я достаю Лили. Но это, конечно, исключение в моей коллекции. Обычно таких нежненьких девочек у меня нет. И, как вы знаете, недавно у меня в коллекции появился первый мужчина Integrity Toys. Он из коллекции New Face. Это Тиаго. И мне он очень нравится. И я планирую его взять с собой в поездку и сделать с ним много красивых фотографий. И пока выбираю, кстати, какую девчулю я возьму вместе с ним. И вы можете на это повлиять, если напишите в комментариях, кто, кто же подходит больше всех к Тиаго и кого мы возьмем с собой на отдых. А вот дальше пошли куклы Поппи Паркер. И первая Поппи Паркер, которая появилась в моей коллекции, это была Поппи Паркер Midnight Decadence. И вот ее я тоже отправляю потихонечку на пенсию, потому что у нее была такая очень плотная завитая прическа. То есть они прям высоко были, вот эти завитые кудряшки, но они начали распадаться. И я так не хочу их переделывать. Так хочу, чтобы они остались пока. Ну, в общем, пока я думаю, отправить ли ее на пенсию или уже смириться и просто выпрямить ей волосы, подзовить их заново. Но пока она у меня все больше стоит на полочке, потому что очень тоже нравится эта кукла. Но периодически я срываюсь, ее все равно достаю и переодеваю, фотографирую. Очень нравится ее макияж. И больше я, наверное, люблю таких выросших Поппи Паркер. Хотя я знаю, что большинство коллекционеров любят девочек-подростков Поппи Паркер. Вот я из тех, кто в меньшинстве, я люблю выросших. Второй Поппи Паркер в моей коллекции стала Поппи Паркер Бон Бон, Петит Флер, по-моему, она называется. И это очень импортная кукла, потому что я долгое время пытаюсь ей полностью выпрямить волосы. Я их выпрямляю, выпрямляю, они вроде становятся более-менее прямыми, но через некоторое время снова завиваются. То есть здесь настолько круто сделана завивка, что она никак не хочет уходить. А мне бы очень хотелось, чтобы у этой куклы были прямые волосы. Слушайте, совсем стало мрачно, я поменяла немножко свет нам, чтобы было чуть посветлей. Но я надеюсь, что вам все видно. Дальше с хронологией событий у меня снова проблемы, поэтому дальше буду показывать подряд остальных Поппи Паркер. И одна из моих любимейших Поппи Паркер, это Поппи Паркер Париж. Ну, естественно, бледная, красные губы, черные волосы, все, как я люблю. И да, это выросшая взрослая Поппи Паркер, и повторюсь, они мне очень нравятся. Дальше все та же коллекция про путешествия, и это Поппи Паркер Нью-Йорк. Это был мой первый опыт покупки кукол Интегрити Тойс через дилеров. Я покупала через Сайдшоу. Сейчас, к сожалению, через Сайдшоу покупать не получается. Может быть, у меня что-то не получается. Но, в общем, Сайдшоу отменил мой предзаказ на одну из кукол. Дал, что нет, тебе нельзя. Ну вот, очень жаль. Причем, кстати, кукла была из коллекции ИС-59. И это уже, наверное, моя третья попытка купить куклу из этой серии. И у меня все время что-то не получается. Все время что-то не складывается. В общем, так у меня этих кукол и нет в коллекции. Хотя мне эта коллекция очень нравится. Так вот, Нью-Йорк. Мне очень нравится цвет ее волос. Он такой не ярко-рыжий, а какой-то пшенично-рыжий. Очень естественного цвета. И вообще лежат очень красивые волосы. Красивая укладка. Классная кукла. Мне она нравится очень. И еще одна кукла. Она была вступительной в том же году. И вроде как... Ну, и из той же коллекции, не из той же. Из путешествия. Она называлась Птичка. Но все ее прозвали Лондон. Потому что ее образ был очень такой лондонский. Да, и для меня, в общем-то, тоже она такая. Осталась Лондон. Интересная кукла. Такая яркая, сочная. С какими-то краснокоралловыми губами. Таким каштановым цветом волос. Чуть-чуть тронутая загаром. То есть она такая какая-то очень дерзкая и задорная. Дальше у меня тут Поппи Паркер Супер Агент. Тоже с такими завитыми кудряшками. На самом деле вот ее я тоже стараюсь трогать. Но не сильно, да. То есть чтобы не повредить вот эти кудряшки. Потому что мне их жалко. Красивая взрослая Поппи Паркер. По ней видно, что она уже взрослая. Поэтому, кстати, ну я знаю, что многим не понравилось. Потому что она именно взрослая. Но нет, для меня это очень красиво. И, конечно, ее там цветотип, макияж. Там зеленые глаза, коралловая помада, загорелый скинтон. Очень красиво. Свеженькая Поппи Паркер. Не так давно появившаяся в моей коллекции. Темнокожая с очень темным скинтоном. Вы знаете, я обожаю темнокожих кукол. Просто обожаю. А здесь еще у нее безумно красивая прическа. То есть у нее такой начес. Обожаю такую прическу. Я бы с удовольствием тоже себе сделала. Но у меня даже близко нет. Даже десятые части такого количества волос, которые нужны для такой прически. И эта кукла мне прям очень нравится. Наверное, одна из моих... Наверное, на сегодняшний день это моя любимейшая кукла Поппи Паркер. И последняя куколка в этой коллекции это Джинджер. Подружка Поппи Паркер. И Джинджер мне, наверное, нравится даже больше, чем Поппи Паркер. Потому что она какая-то прям как действительно домохозяйка из 60-х, что ли. Вообще она мне очень напоминает актрису из сериала «Почему женщина убивает?», которая как раз была вот этой домохозяйкой в 60-е. И она мне ее очень сильно напоминает. Ну а теперь давайте пройдемся по моему рейтингу по куклам. Вообще я расскажу несколько вещей, какие куклы мне больше всего самой нравятся. Если брать вообще все линейки кукол, то моя любимая линейка кукол это Fashion Royalty. Из Fashion Royalty, из всех кукол Fashion Royalty, что у меня есть, моя любимая это Ванесса Куперин Black Tea Ball. Потому что она самая первая и самая желанная. Моя любимая Поппи Паркер на сегодняшний день именно вот эта вот Palm Springs. Она даже на Поппи Паркер, мне кажется, не очень похожа. И смотришь на нее, и хочется идти отдыхать и отрываться, а не вот это вот все. Из игровых кукол моя любимая линейка на сегодняшний день, наверное, Rainbow High. Хотя, если бы выпускали и веряшек, если бы они все еще существовали, то были бы они. У меня нет любимой Rainbow High куклы, потому что они для меня какие-то, ну, по красоте, по интересности, они для меня примерно одинаковые. Я не смогла бы выбрать из них какую-то одну. Самой желанной, самой любимой веряшкой для меня была Darling Charly. И такой, ею она и остается, самый-самый какой-то с теплыми, нежными воспоминаниями. Самая любимая монстряшка это, конечно же, скелита. Причем, наверное, все-таки вот этот выпуск. Почему-то он, мне кажется, более милым именно на рисовку лица. Даже не то, чтобы милым, а более каноничным. Любимая современная Барби это, конечно же, Машуля Мэйтуф. Несмотря на то, как она у меня каждый раз выглядит, она каждый раз так выглядит, потому что я все время с ней что-то делаю. Все остальные просто стоят на полке. А вот эту куклу я трогаю, я с ней играюсь. И она была самой первой. С нее началась вся коллекция, вся моя любовь. Это самая дорогая мне кукла. И самая любимая кукла из 90-х, Барби 90-х, это Sea Holiday. Потому что это была детская мечта, и она воплотилась. И об этой кукле я мечтала долгие-долгие годы. И она тоже в моей коллекции появилась, чем я очень рада. Спасибо большое, что посмотрели это видео. И пишите в комментариях, как вам вообще моя коллекция, кто понравился, что интересно было бы еще посмотреть и о чем послушать. И рассказывайте про свои коллекции. Конечно же, мне будет очень интересно почитать, кого собираете вы, как вы храните своих кукол, как вы их выставляете, трогаете ли вы их, играете ли вы в них, или они у вас стоят на полках. То есть рассказывайте все-все-все, что касается ваших коллекций, и мне будет очень и очень интересно. Спасибо. 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 Спасибо.